К следующей теме переходим. Это преследование украинских граждан в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях. В МВД и ФСБ поступила разнарядка тщательно проверять всех граждан Украины, живущих в Москве. Об этом свидетельствуют рассказы двух незнакомых друг с другом украинцев, с которыми связался ОВД-Инфо. По их словам, силовики сами не понимают, что они должны с украинцами делать. Кому-то предлагают получить гражданство России по ускоренной процедуре, а на кого-то фабрикуют протоколы о мелком хулиганстве. Давайте послушаем один из рассказов. 28 февраля мне позвонили службы безопасности ФИСТЕХа, попросили прийти на встречу. Оказалось, это встреча с ФСБшником. Он задавал провокационные вопросы, хожу ли я на митинги, ходят ли на митинги мои знакомые. Мне повезло, у меня не проверяли телефон и комнату в общежитии, знаю украинцев, которым везло меньше. Я решил, что надо уезжать. На 2 марта я купил билеты на автобус до Риги. Тогда ничего уже толком не летало. На автовокзале меня, как и еще нескольких граждан Украины, после проверки паспорта не пустили в автобусы. Полицейский на вокзале смеялся. Вы, украинцы, зачем отсюда едете? Тут уже пару дней всех забирают полицейские. Лучше ехать с Подмосковья. Некоторых в результате отпустили, а меня и других повезли в ОВД. ФСБшник сначала тоже, как и его коллега в физтехе, сочувствовал. Вот война. Потом снова спрашивал про митинги, задал очень смешной вопрос. Если я открою на телефоне галерею, не найду ли я там свастику? Я офигел от вопроса. Говорю, очевидно, нет. Он покопался в галерее, почитал ему телеграм, посмотрел историю просмотров Ютуба, а обрадовался, найдя видео команды Навального, где на заставке была фраза «Путин хочет крови». Но я ответил, что досмотрел это видео только до середины. Хотел послушать оценку одного экономиста. Ночевать отправили в камеру. Нас посадили, и по три человека в комнате. У них был перебор задержанных. С нами на связи уже Николай Полозов, адвокат. Николай, здравствуйте. Добрый день. Рад вас приветствовать. Николай, вот услышали только что один из рассказов, который остался ноунеймом. Говорит ли это о том, что сейчас, после полномасштабного вторжения России в Украину, украинцам небезопасно находиться в самой Российской Федерации? Да, безусловно, небезопасно, поскольку российские власти расценивают украинцев как потенциальных диверсантов, получающих команды от политического руководства, от СБУ. И фактически украинцы в данном случае могут выступать жертвами сфабрикованных дел в отношении них со стороны Следственного комитета, МВД или ФСБ. Причем речь идет не только о непосредственно гражданах Украины. Известны уже случаи доносов, когда на граждан России, этнических украинцев, осуществляли ложные донесения о том, что они якобы говорят что-то о так называемой спецоперации, что они дискредитируют российскую армию или готовят иные преступления. И в отношении них тоже возбуждались административные и уголовные дела. Поэтому антиукраинская истерия сейчас в российском обществе абсолютно точно инспирируется властью. Власть имеете в виду прямо в лице Путина, либо приближенных к нему людей? В данном случае мы говорим о коллективном лице Путина. То есть это, безусловно, руководство ФСБ, руководство МВД, руководство других карательных органов. А скажите, где произошел этот переломный момент? Потому что в целом уже больше восьми лет у нас существует временно оккупированный Крым, часть Луганской Донецкой области. Но где произошел этот перелом, что даже в самой России, внутри России, украинцы стали какими-то подозрительными людьми? Ну, это произошло, безусловно, после нагнетания антиукраинской истерии в средствах массовой пропаганды, где говорили о том, что украинцы нацисты, бандеровцы, ненавидят все русское и так далее. И если сначала речь шла о представителях полка АЗОВ, о неких мифических националистах, то после того, как российская армия потерпела поражение в Киевской битве, после того, как потерпела поражение в Харьковской битве, речь уже заходит о том, что под такой нацистской пропагандой находится практически все население России, и оно враждебно, все население Украины, оно находится во враждебности к российским гражданам. И именно такие пропагандистские нарративы позволяют формировать благоприятную в обществе среду для политических преследований, как граждан Украины, так и непосредственно граждан России, которые являются этническими украинцами. И вот, исходя из информации, вышеуказанной, что даже сами силовики не понимают, что делать, собственно, с украинцами. То есть, я правильно понимаю, что разнарядка в целом, просто взять всех под контроль и сильно за ними следить? Правильно я понимаю? Или вообще, как это объяснить? Мне даже, честно говоря, трудно вам вопрос задать, потому что я такого еще не встречал никогда со стороны России. Силовики называют это профилактикой предупреждения правонарушений и преступлений. То есть, фактически, взять на учет всех украинцев, которые находятся, и следить за ними, чтобы они не осуществляли какую-то деструктивную, с точки зрения российских властей, деятельность. А также отрабатывать по гражданам России, которые являются этническими украинцами, в том числе на основании поступающих заявлений и доносов на них. Тогда, в данном случае, вот учитывая то, что наши зрители частично тоже из России, и украинцы, которые сейчас находятся там, как вы считаете, возможно, в правовом порядке, что сейчас лучше всего сделать, чтобы себя обезопасить? Прежде всего, попытаться уехать из России. То есть, нахождение внутри такого фашистского государства, которое из себя сейчас представляет путинская Россия, это уже априори риск, с одной стороны. А с другой стороны, если человек попадает в репрессивные жернова, то, учитывая фактически полную деградацию правовой системы в России, скорее всего, это прямая путевка в лагерь. То есть, каким-то образом доказать свою правоту там уже практически невозможно. И в этом смысле, конечно же, самый лучший выход – это найти возможность оттуда уехать. Николай, говорю вам огромное спасибо за ваши комментарии. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Всегда рад с вами общаться. Николай Полозов, адвокат, был на прямой связи с нашей студией. Движемся далее. Преследование, проверки, обыски и аресты с начала войны в Украине. Российские МВД и ФСБ начали тщательно проверять украинских граждан. Работающих на предприятиях и компаниях Российской Федерации. Сейчас под особым прицелом украинские айтишники. О преследованиях украинцев в России и на временно оккупированных территориях Украины давайте далее посмотрим в следующем сюжете. Из-за боязни диверсии в России притесняют украинских граждан. С начала военного вторжения в Российской Федерации силовые структуры начали тщательно проверять украинцев. Некоторые из них поделились со СМИ историями своих преследований и допросов. На второй неделе марта мне позвонила девушка. Я делала у нее регистрацию и ранее проживала в ее квартире. Сказала, меня разыскивает МВД. Я спрашиваю, зачем. Полицейские передавали, что проверяют всех граждан Украины. По словам украинцев, проживающих на территории России, на допросах сотрудники ФСБ проверяют телефоны. Приезжают в квартиры и там ищут запрещенную литературу и символику. А при попытке выезда украинцев не пускают в транспорт. На второе марта я купил билет на автобус до Риги. Тогда ничего уже толком не летало. На автовокзале меня, как и еще нескольких граждан Украины, после проверки паспорта не пустили в автобус. Полицейский на вокзале смеялся. Вы, украинцы, зачем отсюда едете? Тут уже пару дней всех забирают полицейские. Некоторых в результате отпустили, а меня и других повезли в УВД. Начали притеснять и украинских айтишников, сообщает РБК, ссылаясь на участников айти-рынка. Их стали увольнять или же переводить на более низкие должности. На рынке кибербезопасности сейчас особо пристально следят за сотрудниками, имеющими родственников в Украине. И рекомендуют не работать с такими специалистами, либо берут их на карандаш. В первую очередь это относится к тем, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры. Николай Полозов объясняет, что это абсолютная форма дискриминации по национальному признаку, инициированная российским правительством. Российская Федерация стремительно кристаллизуется в качестве такого фашистского рейха. И в данном случае, если проводить аналогии с фашистской Германией, украинцы выступают в роли нации, в отношении которой проводятся массовые репрессии. Известны случаи увольнения, в том числе за публичную позицию, за какие-то высказывания. И широко распространена уже практика доноса. На оккупированных территориях российские войска действуют ещё жёстче. В городах начали прободать местные жители. Так, с начала войны только в Запорожской области солдаты РФ похитили около 300 человек. Уже неоднократно видим, что это случаи похищения людей, похищения даже детей. Среди них активисты, журналисты, ветераны АТО, представители местных администраций, которые не пошли на сотрудничество. Российские силовики составляли списки неблагонадёжных украинцев, сообщает Николай Полозов. После того, как какая-то территория становится оккупированной, туда приезжают сотрудники ФСБ, которые производят зачистку этой территории. В лучшем случае эти люди оказываются захваченными и вывезенными, например, в российские тюрьмы. В худшем случае этих людей просто убивают и потери, по всей видимости, будут пытаться списать на боевые действия. Из-за давления силовик структур Твери независимая группа волонтёров, помогающая беженцам из Мариуполя, прекратила свою работу. Если волонтёры не подконтрольные российскому государству, не находятся под пятой силовиков, не клеят себе эти буквы «З», то эта деятельность рассматривается со стороны государства как опасная и деструктивная. И на таких людей оказывается давление вплоть до возбуждения уголовных дел. За полтора месяца работы в Твери волонтёрской группе удалось собрать около полумиллиона рублей и помочь более чем 150 беженцам из Мариуполя. Это не первый случай, когда у независимых волонтёров возникают подобные проблемы. В конце апреля из-за давления силовиков прекратили работу волонтёры в Пензии. Виктория Синько, специально для информационного марафона «Фридом», телеканала «Юэй». Ну и Херсонская прокуратура ищет свидетелей, которым известны обстоятельства и сведения о пропавших украинцах после митингов против российских военных. Прокуратура призывает отозваться граждан, владеющих любой информацией относительно указанных событий, что в дальнейшем поможет в полном всестороннем и объективном расследовании. Напомним, что в Херсонской области жители регулярно проводили мирные акции протеста против России, против агрессора. Российские военные применяли силу и оружие против людей. Они блокируют зелёные коридоры, эвакуацию, похищают мирных жителей, среди которых журналисты, руководители общин, депутаты, активисты, участники АТО, фермеры и учителя. Ну и российские военные требуют взятки от 3 до 5 тысяч гривен от людей, желающих уехать из временно оккупированного Мелитополя. Как сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации, россияне пытаются заработать денег с помощью вооружённого давления на мирных людей в Мелитополе. Просят от 3 до 5 тысяч. Те, у кого нет таких денег, обречены остаться в заложниках у российских солдат в условиях безработицы, дефицита и террора. Об этом сообщили в местной областной военно-гражданской администрации. Ну и далее переходим. Украинские правозащитники установили 23 мая, где российские, прошу прощения, 23 места, где российские военные удерживали и порой удерживали в плену похищенных украинских граждан и бойцов. Речь идёт в частности о 13 местах на территории Российской Федерации, оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, а также временно оккупированного полуострова Крым. Сотни людей сейчас находятся там в ужасных условиях. Об этом шлось на пресс-конференции специалистов медийной инициативы по правам человека в Украине. Давайте далее послушаем координатора Татьяну Катриченко. На юге мы говорим сейчас про Херсон, Бердянск, Каховку, Новую Каховку. Мы знаем, что были проукраинские митинги, после которых стали пропадать люди. И мы понимаем, что именно по такой схеме Российская Федерация действовала в 2014 году в Донецке и Луганске, когда людей похищали, удерживали в каких-то неприспособленных для этого помещениях, или в помещениях местных отделений полиции, или в помещениях следственных изоляторов. Или просто в подвалах. Некоторых снова оккупированных территорий теперь, кроме этого, вывозят еще и на территорию оккупированного Крыма. Мы можем говорить, что на юге Украины Российская Федерация, ее представители, ее военные, целенаправленно ищут бывших военнослужащих, активистов, проукраинских активистов, волонтеров, журналистов. Еще она добавила, что с севера Украины вывезли около 200 человек. В то же время из-за длительной оккупации на юге Украины сейчас точное количество вывезенных людей подсчитать практически невозможно. Также задержанные украинцы рассказали специалистам медийной инициативы по правам человека все свои истории, как с ними обращались российские военные. Давайте услышим историю мужчины с Каховки Херсонской области, с Киевской области от людей, которые попали в СИЗО номер два в городе Новозыпков Брянской области России. Давайте услышим. Когда россияне нашли у меня патриотическую литературу, кто-то из солдат сказал, именно ты нам и нужен, у нас за настоящего бандеровца миллион дают. После этого меня повели в колодец расстреливать. Поставили на колени, начали стрелять над головой. На приемке, когда только привезли в СИЗО, жестоко избивали. Больше всего получали те, кто был в первых автобусах. Били по спине, по ногам. Я приехал во втором автобусе, как по мне, можно сказать, повезло. Когда до меня дошла очередь, они уже устали. Массаж, конечно, сделали, но не так, как первым. Было хорошо слышно, когда людей сбивают. Это было один или два раза в день. Были слышны крики. А потом, после криков, они обходили все камеры и спрашивали, нормально все? И нужно было отвечать, что все нормально. После пыток всегда совершали такой обход. Ну и оккупационные власти на Донбассе призвали в ряды боевиков ЛДНР практически все мужское население региона. Насильно мобилизованы работники шахт и заводов, учителя, студенты и работники других специальностей. Многие предприятия попросту ушли на простой. Об этом в нашем эфире заявил глава Восточной правозащитной группы Павел Лисянский. Давайте его услышим. Сейчас будет некоторое послабление, а потом они опять возьмутся за старое, потому что человеческие ресурсы им необходимо пополнять. Плюс этим послаблением они хотят выманить из укрытия тех мужчин, которые сейчас постоянно находятся в укрытии, их мобилизовать просто невозможно. Их невозможно даже там поймать. Они очень сильно маскируются. И таким вот образом они хотят уступить бдительность для того, чтобы побольше мобилизировать, скажем так, в последнюю волну мобилизации. Также оккупационные власти принудительно насаждают в украинских учебных заведениях российские стандарты образования и заставляют проходить переподготовку около 3,5 тысяч преподавателей. Поэтому отмена российской культуры в Украине очень важна, ведь такая культура несет имперские нарративы. Об этом рассказал также в нашем эфире Алексей Валевский, политолог. Давайте его услышим. Пропаганда – это всегда насилие. Это всегда ситуация, когда с помощью информационных или смысловых установок человека лишают права выбора. Вот это пропаганда. Это всегда насилие, это всегда борьба, это всегда принуждение. А культура – это всегда, если это настоящая высокая культура, это всегда свобода выбора. Смыслов, ценностей, развития личности и так далее. То есть пропаганда может использовать культуру, и она часто использует культуру. Но тем самым она во многом искажает эту культуру. Отказаться надо от диктата, от принуждения, от навязывания каких-то культурных смыслов. Вот это да. Вот здесь мы этот процесс должны всячески поддерживать. Ну и своими жестокими преступлениями в Украине Российская Федерация хочет показать всему миру, что она не хочет иметь с ними ничего общего. Об этом свидетельствуют и громкие заявления высокопоставленных чиновников Российской Федерации. Такое мнение в нашем эфире озвучил Иосиф Зисельс. Это сопрецедент Ассоциаций еврейских организаций и общин Украины. Давайте послушаем. Она сожгла и разрушила все мосты к европейской культуре, к европейской демократии, всему цивилизованному человечеству. Они хотят жить своей восточной татаро-монгольской жизнью. Им надоело общаться с демократическими лидерами всех стран, делать дипломатические поклоны, притворяться. Это не их. Они себя противопоставили сегодня всему человечеству. Поэтому это самое важное, что я понимаю. Так как Гитлер противопоставил себя в свое время всем европейским цивилизованным странам, так сегодня это делает Путин. Ну а тем временем следователи Международного суда уже помогают Украине в расследованиях преступлений, совершенных Российской Федерацией на нашей территории. Об этом в нашем эфире заявил Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел. Он добавил, что все причастные понесут заслуженное наказание. Многие скептично относятся к перспективам. Многие говорят, да ну, это будут годы, и на самом деле это будут годы, потому что он понимает, что завтра этого решения не будет. Но я хочу всем напомнить ситуацию с Милошевичем и судами по бывшему руководителю Сербии. Когда против него открылось дело в Международном суде, Милошевич был президентом, и все считали, что это дело не имеет никакой перспективы, потому что Сербия никогда не выдаст Милошевича. Прошло несколько лет, Сербия его выдала, он окончил свою жизнь в тюрьме, и то же самое будет с высшим руководством Российской Федерации.